Добрый вечер! Одной из центральных новостей уходящей недели для израильтян стал трехсторонний саммит Сочи с участием российского, иранского и турецкого президентов. Фотография, на которой Путин, Раухани и Эрдоган пожимают друг другу руки, договорившись по разделу зон влияния в Сирии, в еврейском государстве вызывает немало вопросов. Кто мог вообще подумать всего год назад, что российский лидер будет вот так тепло общаться с президентом Турции Эрдоганом? Или наоборот, что Эрдоган будет вести диалог с иранским лидером, который целиком поддерживает президента Сирии Асада? В Израиле понимают, что это исключительно встреча интересов. Здесь нет большой любви, как не было такой любви между премьер-министром Минахимом Бегином и египетским лидером Анваром Саддатом. Ровно 40 лет назад, в ноябре 77-го, Саддат удивил весь мир и приехал в Иерусалим, протянув руку мира евреям. И что бы ни говорили, между Израилем и Египтом до сих пор действует мирный договор, потому что это договор в интересах двух стран. В Израиле прекрасно понимают, что такой саммит в Сочи и последующее усиление иранского присутствия в Сирии не может остаться без ответа. Будет ли это сближение Израиля с Саудовской Аравией или другие неожиданные союзы, это лишь вопрос времени. Ведь на Ближнем Востоке, как правило, руководствуется не любовью, а исключительно интересами. Об этом и других актуальных темах недели сегодня в нашей программе. Союз интересов. Дискуссия будет предметной и результативной. Как в Израиле комментирует саммит Россия, Турция, Иран в Сочи. Это Саудовская Аравия, это Египет, это Иордания, это страны залива, так или иначе опасаются и демонии Ирана. Солдат должен сидеть в тюрьме. Решение президента Рувена Ривлина отказать в просьбе о помиловании Эль-Ору Азарии вызвало волну общественного недовольства. Новый план Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Как израильтяне и палестинцы намерены возобновить мирные переговоры. Сейчас есть много разных возможностей для новых идей в нашем регионе. Изменилось отношение арабского мира к Израилю. Больше уже никто не говорит об уничтожении Израиля. Руководство Израиля намерено депортировать из страны свыше 40 тысяч африканских нелегалов. Это массовая высылка, начавшаяся благодаря международному соглашению, которое мне удалось достичь. Мы намерены уже скоро полностью решить эту проблему. Оппозиция не верит в обещания. Я предлагаю правительству прекратить говорить лозунгами и начать решать проблему. О том, что происходило на саммите Россия, Турция и Иран, в Сочи израильский премьер-министр Бенемин Танягу мог узнать лично от Владимира Путина. Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся по инициативе израильской стороны, о чем сообщила пресс-служба Кремля. В Иерусалиме официальные лица не комментируют детали переговоров. Однако некоторые политические обозреватели сообщают, что разговор был непростым. Израиль по-прежнему настаивает на том, что усиление иранского присутствия в Сирии представляет серьезную опасность для еврейского государства. Правда, изменился тон. Теперь здесь говорят уже о конкретных базах, которые Иран строит в зоне своего влияния. С другой стороны, израильтяне понимают, что именно Тегеран оказал серьезную помощь Асаду удержаться в своем кресле и подавить повстанцев и боевиков исламского государства. И теперь Иран хочет получить свой кусок пирога при разделе этой страны. Как должен вести себя Израиль в этой ситуации, поговорим с бывшим послом Израиля в России, ныне старшим сотрудником Института АНСС, с Вимагеном. Господин Маген, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Маген, давайте начнем с темы телефонного разговора между Нитанягу и Путиным. Почему российской стороне важно подчеркнуть, что беседа состоялась по инициативе Израиля? Я хочу только заметить, что этот разговор состоялся как одна составная целой серии разговоров господина Путина с другими лидерами, включая Соединенные Штаты, включая Садовскую Аравию. Так что в какой-то мере речь идет о координации, скажем, позиций, не скажу, действий России по вопросу Сирии, по отношению регулирования этого конфликта, для которого собрались члены вот этой коалиции в Сочи. И поэтому практически президент Путин представил там скоординированную в какой-то мере позицию с другими игроками в этом регионе. А не только, скажем, с Турцией и Ираном, но и выслушал мнения других и высказал им свои позиции. Так что в конце концов не следует рассматривать это только как конфликтный процесс, а в какой-то мере еще скоординированный тоже. Хорошо. Почему говорили? Понятно, вот о чем говорили не Танягу и Путин? Ну, естественно, во-первых, напомнить, что это не первый разговор. Этот диалог ведется постоянно, уже много разговоров было, несколько раз встречались. И поэтому вопрос им, как говорится, знаком очень интимно. И в этом контексте этот разговор необходим, потому что кристаллизуется какое-то соглашение по вопросу Сирии, в котором участвуют те или иные игроки, которые не приемлены для Израиля. Практически Натаньян, вероятнее всего, высказал свою позицию по отношению присутствия Ирана в будущем урегулировании в Сирии. И я предполагаю, что президент Путин высказал свое, не скажу мнение, позицию по этому вопросу. Ну, вероятнее всего, сказал, что будут учитываться в той или иной мере интересы Израиля. Но объяснил, какие, скажем, рычаги давления оказаны на принятие решения по этому вопросу со стороны других участников. И нащупывали совместно, может быть, общий знаменатель, который может быть приемлем для двух сторон. Я не знаю, как далеко они зашли по этому вопросу, но, по-моему, так или иначе, это еще не конец. Но вы бывший дипломат, вы прекрасно понимаете разницу в формулировках. Вот на ваш взгляд, в таких встречах, какие формулировки используются? Например, мы глубоко озабочены, мы возмущены, мы как-то осторожно разговаривают два лидера? Ну, фразы здесь не играют ровно, но все же. Фразы могут быть использованы таковые. Можно жестко представить позицию Израиля, как она и представляется ныне, скажем, как минимум в СМИ. И там сказано однозначно, что Израиль не потерпит присутствия Ирана в Сирии. И у него своя красная черта, и так далее, и так далее. На это можно тоже жестко ответить, ладно, но у нас другие интересы, и давайте будем выяснять это, скажем, силовыми методами. Но это не так, это и в конце концов, вероятнее всего, можно было сказать еще иначе. Израиль считает, что Иран – это проблема и для Сирии, и для России, и для Израиля. В какой-то мере следует учесть наши интересы по мере возможностей. И поэтому мы предполагали, что Россия найдет какой-то выход из этого положения. Как, например, Иран не будет присутствовать в Сирии более определенного срока в течение переходного периода. У Ирана не будет своих военных инфраструктур в Сирии. И Иран не будет, скажем, проводить процесс, силовой процесс подчинения Сирии своим интересам. И надеемся, что Россия будет присутствовать и так или иначе контролировать этот процесс. То есть в этом отношении, если будет достаточно далеко от наших границ, мы сможем временно его, так сказать, перенести. Например, я не знаю, что действительно ему сказал. На это президент Путин мог ответить. Конечно, мы понимаем ваши проблемы, мы понимаем ваши, так сказать, опасения, беспокойства, опасения. И мы это, конечно, учтем. Я вот советовался и с Соединенными Штатами, и с Саудовской Аравией. У них те же опасения. И поэтому надо вас всех троих так или иначе учесть. И мы, соответственно, поговорим с Ираном о том, что не следует ему продвигаться в том направлении, которое он жестко требует. А мы так или иначе пытаемся уладить. То есть такая дипломатия. Но речь идет, конечно, о будущем этой страны Сирии. И у нас свое видение. Я считаю, что он его не сказал конкретно. Но если догадаться, о чем речь, то речь идет, вероятнее всего, о том, что следует пока оставить это как есть. А что касается присутствия других, то никого из них в будущем не останется. Но пока мы так или иначе будем контролировать процесс. Вероятнее всего, так или иначе следует учесть чаяния разных составных населений Сирии. Поэтому очень может быть, что будущее решение или будущий порядок в этом государстве – это какая-то доля автономии тех или иных, скажем, составных этой страны. Понятно, о ком речь. Свет, тот факт, что разговор состоялся всего через несколько часов после встречи Путина и Асада, говорит о срочности вот этого звонка Нитаниагу Путину. Все эти разговоры велись в преддверии встречи. Она не окончательна, но все же достаточно важная встреча между тремя, скажем, партнерами – это Турция, Иран, совместно с Россией. И до этого Путин, естественно, беседовал с Асадом. Обратите внимание, Асад не принял участие в этом, на этой конференции. Асада вызвали отдельно, объяснили ему обстановку, сказали, вот какие намерения у нас есть. И услали с миром. И, соответственно, побеседовали, как я уже сказал, с другими, скажем, игроками. Это потом со всеми вместе, значит, со всеми этими результатами Путин явился на эту встречу, объяснил обстановку и так или иначе результаты, вряд ли всего, соответствуют тому, что я уже сказал. То есть мы видим определенную ось Путин, Эрдоган, Рухани, назовем это русско-шиитская такая ось. А какую ось может предложить Израиль? То есть вот этому союзу что может предложить Израиль? Там Саудовская Аравия, США, другие режимы. Как это будет происходить, на ваш взгляд? Ну, в какой-то мере, это один из рычагов влияния или давления. Да, все те или иные государства региона, в частности, Суницкие, это в основном арабские государства, или монархии, как сегодня принято, но это не только монархии. Это Саудовская Аравия, это Египет, это Иордания, это страны залива, так или иначе опасаются гегемонии Ирана, куда они стремятся. В конце концов, Иран не стремится только, скажем, воевать с Израилем и захватить силу. Иран стремится к гегемонии, так его воспринимают. И поэтому, ввиду того, что его сейчас невозможно или трудно остановить в Сирии, потому что он уже там присутствует, создается соответственная ось, которая пытается этому противостоять в этой осье, и так или иначе участвуют те, кто уже сказал. И в последнее время ведутся разговоры о том, что Израиль так или иначе находится в контакте с этими, скажем, игроками. И это действительно меняет картину, потому что участие или неучастие Израиля очень резко влияет на обстановку, ввиду его, так сказать, возможностей. Ввиду этого у нас тут налицо факт того, что создаются две оси в регионе. Есть мнение, что за этой Суницкой, условно говоря, или Израиля, Саудовской оси стоят и Соединенные Штаты. У меня доказательств нет, но, вероятно, всего так оно похоже на истину. И в этом отношении принимать решение такого толка очень непросто для России, потому что так или иначе конфликт интересует их меньше, чем другие достижения. Поэтому, если это назревает конфликт, то туда, вероятно, всего не пойдут. Вот мое мнение. Смим Агент в прошлом посол Израиля в России. Большое спасибо за ваш комментарий. Спасибо вам. Смотрите далее в нашей программе. Солдат должен сидеть в тюрьме. Решение президента Рувена Ривена отказать в просьбе о помиловании Эль-Ору Азарии вызвало волну общественного недовольства. Новый план Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Как израильтяне-палестинцы намерены возобновить мирные переговоры. Сейчас есть много разных возможностей для новых идей в нашем регионе. Изменилось отношение арабского мира к Израилю. Больше уже никто не говорит об уничтожении Израиля. Руководство Израиля намерено депортировать из страны свыше 40 тысяч африканских нелегалов. Это массовая высылка, начавшаяся благодаря международному соглашению, которое мне удалось достичь. Мы намерены уже скоро полностью решить эту проблему. Оппозиция не верит в обещания. Я предлагаю правительству прекратить говорить лозунгами и начать решать проблему. Вы смотрите «Израиль за неделю». В воскресенье президент страны Рувен Ривлин отклонил просьбу о помиловании бывшего военнослужащего бригады Кфира Элеора Азарии. Напомню, что бывший сержант Элеор Азария был приговорен в феврале этого года военным судом к 18 месяцам тюрьмы и разжалованию в рядовые. Тогда приговор не обрадовал ни его сторонников, добивавшихся признания его невиновным, ни противников, нашедших вердикт слишком мягким. В августе Элеор Азария начал отбывать тюремный срок, обратившись параллельно с просьбой о помиловании к начальнику генштаба Гадия Зинкоту. Спустя три недели Зинкот ответил на просьбу и сократил на четыре месяца тюремный срок по гуманитарным соображениям. При этом многие израильские политики, включая, например, министра обороны Виктора Либермана, призывали и вовсе помиловать солдата. И вот теперь окончательную точку в деле Азарии поставил президент Израиля Рувен Ривлин. Ривлин отказался освободить Азарию, при том, что многие надеялись на амнистию. В преддверии 70-й годовщины независимости Израиля Ривлин намерен подписать амнистию многим заключенным. Однако имени Элеор Азарии в этом списке не будет. Решение президента не осталось без внимания политиков. В правом лагере Ривлина подвергли резкой критике. В левом лагере, наоборот, президента защищают. Впрочем, все признают, общественная дискуссия быстро вышла за рамки приличия, чего не должно быть в демократическом государстве, где есть закон. Сейчас в студии мы обсудим с моими гостями в студии. Это Дмитрий Булат, капитан запаса. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Общественный антивист Владимир Беляк. Владимир, добрый вечер. И политолог Асиента Вася, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, так как вы бывший военный, позвольте начать с вас. Вы неоднократно в этой студии говорили, что Азария должен получить наказание, должен отсидеть в тюрьме. И, можно сказать, вы выступаете за решение президента Израиля отказать в помиловании. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Почему? Ну, во-первых, хотел сделать заявление, будучи как гражданин государства Израиля, как капитан запаса, который сотни солдат в десятках операций участвовал. Мне бы хотелось, чтобы солдат армии обороны Израиля не в подобных ситуациях и не подобным образом проявлял свои качества, а умел принимать профессиональные, за максимально короткие сроки решения, там, где это необходимо, там, где это нужно. И нести ответственность потом за свои поступки? То есть не просить помиловать, получается, не обращаешься с просьбами, а получил срок и в тюрьму, и принимай как это. Для этого есть армия, армия приняла решение, и, более того, начальник генштаба Гадян Зинкот сократил срок. Я думаю, это максимально, что можно было сделать в данной ситуации, и президент принял совершенно правильное решение, на мой взгляд. Да, ну хотя с этими решениями согласны, например, многие политики, причем политики тут же начали атаковать премьер-министра. Ася, а почему в правом лагере так резко посчитали, что решение Ривлина это связано с попыткой понравиться, например, левой прессе? Почему, например, просто не оставили президента в покое? Ведь это его право, это же не обязанность помиловаться. Понимаете, это очень специфическое дело, оно переросло конкретно. Леру Азарию, его семью, его проблемы. Это дело вышло на уровень принципиального, вышло на уровень всей страны. Потому что здесь вопрос стоит о нравственности, о том, как мы воспринимаем террориста, который пришел нас убить. И в общественном сознании такой террорист, даже если он лего притворился мертвым, он не заслуживает снисхождения, он не может считаться нейтрализованным. И напомню вам, что через некоторое время после суда аналогичный случай был на Храмовой горе, когда террорист лег и притворился мертвым. Он понял, что он натолкнулся на отпор солдат, лег и притворился мертвым, после чего успел их расстрелять. Значит, понимаете, у всех у нас дети ходят в армию, армия у нас народная. И весь народ не считает, что нужно делать такие инструкции в армии, которые удобны террористам и которые ставят под опасность наших солдат. Но вы считаете, что освобождение Азарии могло бы помочь? То есть вы ждали, что президент Римлян помилует Азарию? Мы ждали, что раньше или позже этот случай будет пересмотрен и будет заявлено, что да, Лео Азария нарушил инструкцию. Но, как было в некоторых, например, случаях, когда депутаты специально нарушали какой-то закон, и их приговаривали к символическому штрафу в один шекель, когда действительно понимали, что эта инструкция или этот закон не заслуживает существования, и демонстративное их нарушение побуждало к отмене. Так и в этом деле. В общем, большинство совершенно справедливо считает, что эта инструкция ослабляет нашу армию, что эта инструкция дает террористам преимущество, что нельзя нашего солдата ставить в такие условия, когда он просто будет бояться ответить, а нейтрализован террорист, а нейтрализован. Такую ситуацию он задумываться не должен. Он должен действовать на автомате. То есть добивать. Хорошо, но это был не мой вопрос. Мой вопрос касался того, почему такая реакция была в адрес президента Ривлина. И это, собственно, то, что и заставило нас говорить об этой теме. Потому что, еще раз, есть у президента полномочия помиловать или не помиловать, но он не обязан помиловать солдата. Почему же тогда правый лагерь называет Рубе Ривлина, президента, предателем, который пытается понравиться левой президент? Поясню. Президент у нас должность чисто символическая. Его обязанность стараться объединить народ, а не разделить его на политические лагеря. А здесь мы видим, что президент пошел на поводу у левой прессы. У него все прессы, у левой прессы. Он пошел на поводу у тех, кто считает, что арабы ни в коем случае не наши враги, а не наши, понимаете, сотрудники, партнеры по переговорам. В каждом удобном случае их нужно освобождать из тюрьмы, а не держать там. То есть, понятнее, сейчас мы еще поговорим про арабов отдельно. Владимир, ну вот тезис, который Ривлин хотел понравиться левой прессе. А левый лагерь, получается, центр, не знаю, ваша партия, партия Шатит, резко высказалась в защиту Ривлина и против нападок президента. Получается, что оставив в тюрьме солдата, это процесс объединения наций, получается? Знаете, есть некая склонность переводить все подобные споры в плоскость левый и правый. Я думаю, это неправильно. За этим столом нет ни одного представителя левого лагеря, тем не менее, у нас есть разные мнения на этот счет. А давайте вспомним, кто такой Руби Ривлин. Руби Ривлин, он не какой-то активист, не знаю, там, Шалом Ахшаф, да? То есть, ревизионист, человек Ликуда. Руби Ривлин 40 лет в Ликуде, с богатой историей, был депутатом Кнессета, министром, председателем Кнессета и президентом. Когда Ривлин уже был одним из символов Ликуда, Бетан еще скрывался от кредиторов в одном из... Бетан, это просто поясню. Давид Бетан, глава правящей коалиции. В одном из городов центра страны, да? Поэтому надо в правильное русло перевести эту дискуссию. По самому делу Азария. Азарий был осужден военным судом. А потому первая прерогатива помилования принадлежит начальнику генштаба. Начальник генштаба, рассмотрев все обстоятельства дела, решил сократить наказание на 4 месяца. И благодаря этому Азарий выйдет, видимо, на свободу уже через, не знаю, там, 2 или 3 месяца. Да, но вы же понимаете, что, и это, наверное, больше вопрос к Диме, что если бы не натянутые отношения между адвокатом Эль-Ора Азари, Юрам Шефтер, очень известный адвокат, который оскорблял, который делал заявление, кстати, потом он извинился за эти заявления в адрес генштаба, то, возможно, гадя Зинкот поставил бы точку в этом деле и сказал бы, окей, вот там, посиди месяц, и все, и на этом все закончится. А тут получается лично. Неужели начальник генштаба тоже занимается вот такими личными сведениями личных счетов? Нет, я не думаю, что здесь сведение личных счетов, здесь довольно-таки понятная ситуация, и я снова же повторюсь о том, что эта ситуация обсуждалась, по крайней мере, я обсуждал не один, десятки раз с коллегами, офицерами, и все принимают ту же позицию о том, что было принято совершенно неправильное решение. Я хочу еще заявить то, что наш спор переходит, как будто одна сторона, это сторона президента, который он принял, как будто террористы должны жить. У меня тоже есть проблема с тем, что террорист лежит на соседней койке с пострадавшим солдатом или гражданом. У меня есть с этим проблема. У меня есть проблема с тем, что Элё Розария, сержант, который принимает решение, кто ты для того, чтобы принимать решение, будет он жить или не будет он жить, неважно твои взгляды, находились рядом с террористом, командиром, высоком звании, ты не можешь позволить себе принять такое решение, не получив ни приказа, ничего, и говорить о том, что ты чувствуешь себя в опасности, когда намного ближе находились другие люди, другие офицеры. Да, но многие военные тоже разделились во мнениях. Например, Узи Даян, бывший зам начальника генштаба, сказал, что он вообще не надо было судить Азарию. И этот человек, бывший заместитель начальника генштаба, генерал, то есть он тоже военачальник, он тоже понимает, и он, наверное, не заделся вопросом, кто ты. Он ему говорит, что этот человек не должен был быть осужден военным трибуналом. Вот говорит Узи Даян. Мнение среди военных тоже делится, да? Это как бы тяжело отрицать. Это существует, и это есть. Но все-таки, я думаю, что был суд, был военный суд, и, как Владимир сказал, были приняты решения, и тем более, когда главнокомандующий, еще приняв во внимание все аспекты и все ракурсы, по-моему, сократил срок, я думаю, это нужно было оценить. Ася, вот интересный момент. Почему, например, скажем, многие депутаты, ну, я не говорю сейчас про конкретно там, я не буду называть имена, почему им тяжело принять это? Почему нужно выступать вот с такими резкими заявлениями? Ну, я вот скажу конкретно, министр спорта в мире Рыги, в культуре и спорта, чуть ли не назвал предателем Риблина. Министр юстиции поддерживал освобождение Азарии, министр от Ликуды поддерживал освобождение Азарии. Но он сдержан был, кстати, в своих подсказах, он сказал, я уважаю Риблина, но я хотел бы, чтобы видеть Азарию с собой. Либерман мог решить это дело в своем министерстве, Министерстве обороны, начальник Генштаба, мог помиловать Азарию, поскольку это был военный суд, не нужно было это передавать Риблину. Он, если бы счет, что нужно, мог сам помиловать. Но здесь разница... Нет, но Либерман не влияет на решение. Здесь разница между бывшим генштабом и нынешним генштабом. Мог? Нет, не мог. Начальник генштаба. Не мог, иначе бы тогда бы его обвинили в решательстве политиков. Это прерогатива начальника генштаба. Это прерогатива. Ну, начальник генштаба, я и говорю, начальник генштаба, если бы он помиловал Азарию, он бы расписался в том, что что-то в армии не так, инструкция неправильная, если милуют солдата, который ее нарушил, значит, что-то с этой инструкцией не так. Здесь действуют извечные израильские косты. Инструкция подкрытия огня, ведь она же существует, инструкция. Друзья, все существует, все довольно-таки понятно. То есть в данном случае речь идет о том, что он добил человека, а не действовал, стрелял в голову сначала, а потом в ноги, верно? Он утверждал, он утверждал, что на террористе была толстая куртка, под ней мог находиться заряд взрывчатки, и террорист шевелился так, что он мог привести... И эта версия была признана неправдоподобной судьями, причем в первой инстанции. То есть фактически они им сказали, что ты, парень, обманываешь нас, то есть ты врешь в суде. Мы находимся на этапе, когда приговор уже был вынесен, мы уже на следующем этапе, на этапе помилования. И в данном случае, я думаю, что президент принял единственное правильное ответственное решение, просто поддержать начальника генштаба и поддержать армию. То есть это решение поддержать генштаба. А почему большинство недовольны? Почему большинство народа недовольны? Кстати, я не уверен, что делали опросы. Есть депутаты, которые считают... Почитайте, почитайте социальные сети. Нет, интересно сделать опрос общественного мнения и понять, какого отношения. Опрос общественного мнения был, до суда был. Значит, большинство так не считает. Большинство так не считает. И вот это вот интересно. — Я хочу сказать, что процесс помилования — это не политический процесс, это правовой процесс. — Совершенно верно. Но этот процесс, еще раз говорю, он должен действовать на объединение народа. Если большинство считает, что какой-то закон или инструкция неправильный, значит нужно хотя бы поднять этот вопрос и пересчетить его. — Я думаю, что поддержать армию и поддержать начальника генштаба — это очень важный шаг в плане объединения народа. — Мы очень любим наших детей, поддерживаем их. Мы что, их никогда не критикуем, не наказываем, не исправляем? — Есть разница? Есть критика, есть назвать президента предателем, есть критика, есть назвать президента президентом арабов — это совершенно разные вещи. — Вы придираетесь к конкретному там названию президента президентом арабов. — Я не придираюсь, это то, что было? — Да, но все мы хорошо помним, как 22 года назад был портрет Рабина в Куфье и в нацистской форме. — И мы помним, чем это закончилось? — А мы помним, кто это сделал. Вот вы, может, не помните, а я помню, кто это сделал. Это сделал агент Шабака Шампания. И это стало известно, и это было доказано. Специально для того, чтобы скомпрометировать правые демонстрации. Кто сделал сегодня портрет Рабина в Куфье, я не знаю. Но вообще для меня немножечко проблема с логикой ультралевых. Если ультралевые считают людей в Куфье своими ближайшими партнерами, то что такого оскорбительного, если Рабин в Куфье? — Да, но ультралевых здесь нет. — Скажите, Дима, а вот поясните и нам всеми, и нашим зрителям, каковы правила открытия огня в израильской армии? Вот если стоит солдат, находится он где-то на КПП или где-то, я не знаю, там в местах палестинского населения, что ему в первую очередь нужно делать, чтобы обеспечить собственную безопасность? — Во-первых, это ситуация, она не классическая ситуация. А правило очень просто, есть цепочка последовательных действий, что ты должен сделать. Во-первых, ты кричишь и предупреждаешь. В случае, если террорист или кто бы там ни был продолжает приближаться, и ты видишь, ощущаешь на себе определенную опасность, то первый выстрел будет, как говорится, 60 до... — Это в мирное время. Мы говорим про двух человек, которые пришли с ножами убивать солдат. — Вот именно об этом я заявил в начале нашей беседы, о том, что я хочу и ожидаю от солдат армии обороны Израиля, когда он ощущает и понимает опасность на себе или опасность округи, то он должен здесь уметь принять правильное решение, быстрое, профессиональное. И я говорю о том, что террорист, пришедший убивать, он должен быть убит. Это не то, что мы начали, да, террорист должен быть убит и мгновенно, и сразу, но не 15-20 минут после того, как происходит ситуация, он лежит. — Но когда вы впервые услышали, что Азария обвинен в непредумчивом убийстве, у вас наверняка что-то не сошлось, как бывшего офицера. Ну, невозможно обвинить в непредумчивом убийстве террориста, который пришел убивать. Вот, наверное, отсюда и начинается вся проблема в этом деле. Если бы обвинили в нарушении устава, в нарушении правил... — Отвинить человека, убившего террориста. — Да, вы понимаете, если бы его обвинили в нарушении устава, то, возможно, вы бы сейчас даже не вели эту беседу. Отсидел бы он в свои два месяца или месяц в военной тюрьме, и никто бы даже суд ни один день делал. Но террорист пришел убивать, как можно обвинить террориста, пришел убивать, и не придумаешь ему убийство? — Вот с этим у меня есть определенная проблема, да, о том, что нельзя сказать в данной ситуации... То есть это не черная и белая ситуация, где можно четко так сказать, да. Но, снова же, мы говорили, Женя, на эту тему, что многие люди, с кем я общался, они обсуждали эту тему, не видя видео. То есть, понимаете, такой абсурд, да? И когда ты видишь это видео, снова же, и будучи солдатом или офицером, ты ощущаешь некий дискомфорт внутри себя. — То есть вы видите, что он совершил ошибку, и он вел себя неправильным решением. — Я уверен, что он совершил ошибку, и не неправильное решение. — Я думаю, что так, видимо, поступали и военные суди, которые сначала в одной инстанции, потом в другой инстанции. Причем я, надо сказать, что я читал очень подробно вердикт суда, меня лично в этом вердикте смутило то, что судьи не обсуждали факт, они в меньшей степени обсуждали факт нахождения в Хевроне, сложной обстановки и так далее. Они, кстати, отнеслись к этому с пониманием. Они обсуждали действия самого Азария на суде. И вот на суде версия Азария была неправдоподобной. То он менял версию, то он говорил не то, то слова не совпадали с действиями его друзей. И вот это, когда человек предстает перед судьями, и в конечном итоге сыграло, что он получил то, что он получил. Господа. Но вот последний вопрос, больше политического характера. Как вы считаете, это дело, дело Азарии, оно отразится на настроениях общества с точки зрения политической ситуации? Вот вы... Конечно, конечно. То есть на следующих выборах мы увидим, как Азария будет использоваться какими-нибудь партиями. Говорят, давайте мы пойдем и исправим. Ну, будет использоваться или не будет, это второй вопрос. Но главное, что здесь Азарию уже попытались использовать, да? Потому что, в принципе, в нормальной ситуации, дело Азарии не должно было бы выйти за рамки военного судно-денешней инстанции в обвинении в нарушении инструкции, а не в убийстве, таком или сяком. Нарушение инструкции. Что дают за нарушение инструкции? Месяц без выхода на шаббат, да? А то, что это дело вытащили и сделали уголовным, и сделали его известным на всю страну, это был некоторый жест, оправдание. Оправдание перед кем? Перед непонятно что защищающими организациями, которые успели оказаться на месте теракта, которые успели сфотографировать и распиарить, и так далее. И все это, опять же, организация БЦЛ печально известная, против которой сейчас пытаются предпринимать хоть какие-то действия, чтобы она не поручила солдат. У нас тут заканчивается время. Владимир, ваше последнее слово. Вы считаете, что это отразится на политическом раскладе в Израиле? Я согласен с Ассей, что политики использовали дело Азарии, и справа, и слева. Но я думаю, что когда в феврале он выйдет на свободу, его очень быстро забудут, и на результатах выборов это никак не отразится. А сентова Владимир Беляк и Дмитрий Булат. Большое спасибо, господа, за участие в нашей программе. Спасибо. Еще одна тема недели, имеющая отношение к политике, точнее, к бывшему политику. Во вторник Мировой суд Тель-Авива утвердил досудебную сделку с бывшим министром туризма Стасом Месежниковым. Месежников признал себя виновным по двум пунктам обвинения, в частности, обман общественного доверия и мошенничество. Подробнее об этом деле в нашем видеоматериале. Во вторник в Мировом суде Тель-Авива была поставлена точка в деле бывшего министра туризма Израиля Стаса Месежникова. Некогда успешный политик от партии «Наш дом Израиль» Месежников в 2013 году оказался в центре большого коррупционного скандала. Первоначально против него выдвигался целый ряд серьезных обвинений. Например, нарушение общественного доверия, коррупция и даже использование наркотиков. Однако, ввиду того, что бывший министр пошел на сделку со следствием, лишь два пункта в обвинительном заключении в итоге остались в силе. Это мошенничество и нарушение общественного доверия. В рамках этой досудебной сделки Месежников проведет за решеткой 15 месяцев. Еще 6 месяцев он получил условно. Ему придется также выплатить штраф в размере 70 тысяч шекелей. Это около 20 тысяч долларов. Комментируя сделку с правосудием, Стас Месежников заявил, что не считает себя коррумпированным человеком и что совершал ошибки, будучи министром-новичком. Сегодня, по его словам, он понимает последствия своих действий, за которые готов заплатить высокую цену. Комментируя дело Стаса Месежникова, израильский адвокат Григорий Курзинер уверен, что в данном случае речь идет об относительно легком наказании для бывшего политика. Речь идет о преступлениях, которые называются получение чего-то обманным путем, служебный подлог и утрата доверия. Все эти преступления считаются довольно серьезными и наказание за них предусматривается трех лет и выше. Господин Месежников, взвесив все за и против, пришел к выводу, что в этой ситуации ему есть смысл признать себя виновным полностью или частично. Там, наверное, было частичное признание, потому что обвинительное заключение было изменено в более мягкую часть. И господин Месежников был признан виновным по исправленному обвинению. Израильские юристы, говоря о деле Месежникова, обращают внимание на первоначальный вариант обвинительного заключения против политика. Против него выдвигались обвинения о том, что, будучи министром, он помогал своей близкой подруге в организации фестиваля «Молодежи в Элате». Часть денег, которые поступали из государственной казны, пошли как раз на нужды фестиваля. И это стало причиной полицейского расследования. С одной стороны, хорошо, говорят юристы, когда такие дела ведутся и полиция доводит их до конца. С другой стороны, речь идет о досудебной сделке и наказание в этом случае относительно мягкое. В прокуратуре выгодно, что сэкономлено дорогое судебное время судей, прокуратуры и всех участников процесса. Ну и сам Месежников тоже, видите, он получил 15 месяцев реального наказания. Это достаточно мягкое наказание, будем говорить, за совершенное им преступление. Если бы не арест и последующее дело, то Стас Месежников вполне имел бы шансы пойти еще выше по политической лестнице. Он сделал блестящую карьеру, был не только министром, но и главой финансовой комиссии Кнесета. Многие его считали правой рукой лидера партии «Наш дом Израиль», ныне министра обороны Авигдора Либермана. За эту партию традиционно голосуют русскоязычные репатрианты. Если верить самому Месежникову, он признался не потому, что считает, что совершил преступление, а лишь для того, чтобы сократить время судей. Безусловно, эта история влияет на ситуацию в Израиле. Она добавляется к подобным историям. Достаточно вспомнить дело против экс-премьер-министра Эхуда Ольмерта, который совсем недавно вышел из тюрьмы. Все эти коррупционные скандалы, с одной стороны, показывают, что многие политики ведут себя подобным образом. Но с другой стороны, говорит адвокат Курзинер, это доказывает, что общество в Израиле сильное, демократическое. И даже премьер-министры и министры не защищены от подобных полицейских расследований. К другой теме, будет ли вскоре представлен новый мирный план по возобновлению переговоров между Израилем и палестинской администрацией. На минувшей неделе о перспективе такой инициативы говорили в кулуарах Кнессета. В правящей коалиции, которая решала внутренние проблемы, вызванные техническими работами на железной дороге в субботу, бытует мнение, что как только Дональд Трамп представит свой план израильтянам, то Бенемини Танягу неизбежно пойдет на досрочные выборы. Ведь будущий план наверняка предусматривает уступки, в том числе со стороны Израиля. Сейчас попробуем в этом разобраться. С нами на связи депутат Кнессета от партии «Наш Дом Израиль» у Дэд Форрера. Господин Форрер, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Форрер, вы на этой неделе были в США. Это совпало с публикациями о новом мирном плане Дональда Трампа. Что говорят вообще в Америке об этой инициативе? Я действительно был недавно в США и ездил туда в рамках нашего лобби, который называется «Победа Израиля». Это крупный проект, который мы продвигаем в последнее время с нашими американскими партнерами-конгрессменами, и цель которого – иначе взглянуть на палестино-израильский конфликт. В составе нашего лобби более 30 членов Конгресса. Все они согласны с тем, что непременным условием для возобновления переговоров должно быть признание палестинцами право Израиля на существование. Иначе нет никакого смысла в разного рода мирных инициативах. Мы не первый раз, кстати, говорим об этом плане и об этом лобби. Вопрос. Дональд Трамп, президент США, в курсе вообще деятельности вашего лобби, деятельности конгрессменов? И как в Белом доме реагирует на эту инициативу? Я уверен, что в Белом доме знают о нашем лобби. С американской стороны конгрессмены говорят об этом часто и открыто. Причем не только республиканцы, но и демократы. Я надеюсь, что президент Трамп, который неоднократно декларировал о том, что не намерен навязывать сторонам свое видение решения конфликта, примет саму идею признания Израиля со стороны палестинцев. С нашей стороны это уже будет победа Израиля. Тем более, что последние 25 лет стороны бьются головой об стену в попытке найти пути для диалога. Наша идея в корне отличается от предыдущих попыток. Надеюсь, что нас услышат. Но пока в палестинских учебниках палестинских детей будут и далее учить убивать врага, то есть евреев, то ничего не получится. Если они хотят войны, я уверен, что мы в этой войне победим. Скажите, господин Форрор, а вы не боитесь, что и ваши попытки тоже вот так закончатся неудачей? Тем более, столько лет до вас здесь пытались что-то сделать, но ничего не получалось. Заметьте, я не предлагаю никаких мирных инициатив. Я предлагаю позицию достаточно консервативную, которая предлагает не идти на уступки арабскому миру, а добиться признания в праве Израиля на существование. Это идея железной стены, которая никуда не сдвинется, и арабскому миру придется это признать. Это и есть наша победа. К сожалению, палестинцы не готовы сегодня с нами на такой открытый диалог. Они не понимают, что Израиль сегодня все больше и больше поддерживают на международной арене. При этом Соединенные Штаты стоят на нашей стороне, и это немаловажно. Но при этом США продвигают новый мирный план, причем его уже назвали планом Трампа. Я считаю, что сейчас есть много разных возможностей для новых идей в нашем регионе. Изменилось отношение арабского мира к Израилю. Больше уже никто не говорит об уничтожении Израиля. Поэтому нужно, чтобы международное сообщество оказало влияние на палестинцев и предложило им начать вести диалог. Они поймут, что Израиль это надолго, и возможно признают еврейское государство. Это и будет победа. Спасибо вам. Смотрите далее в нашей программе. Руководство Израиля намерено депортировать из страны свыше 40 тысяч африканских нелегалов. Это массовая высылка, начавшаяся благодаря международному соглашению, которое мне удалось достичь. Мы намерены уже скоро полностью решить эту проблему. Оппозиция не верит в обещания. Я предлагаю правительству прекратить говорить лозунгами и начать решать проблему. Вы смотрите Израиль за неделю. Свыше 40 тысяч африканских нелегалов, находящиеся в Израиле, могут быть уже скоро депортированы назад в страны исхода. Об этом сообщил в КНЕСТе премьер-министр Бениамин Итаньягу. В рамках подготовки нового закона о депортации в течение трех ближайших месяцев будет закрыт специальный центр Хулот, который находится на юге Израиля, на границе с Египтом. Вот как прокомментировал предстоящие меры по борьбе с нелегалами сам Бениамин Итаньягу. Наша политика в решении этой проблемы состоит из трех этапов. Первый этап – это предотвращение проникновения нелегалов в Израиль. Мы установили пограничное заграждение и приняли законы, которые полностью блокировали поток нелегалов. Второй этап – добровольная депортация. Мы выдворили различными способами около 20 тысяч человек. Теперь третий этап – массовая высылка, начавшаяся благодаря международному соглашению, которое мне удалось достичь. Мы намерены уже скоро полностью решить эту проблему. В оппозиции критикуют действующую власть. Там напоминают, что именно в период правления Ликуда в Израиль, по самым разным оценкам, проникли до 70 тысяч граждан африканских стран. Депутат Кнеста от партии Хадаш, входящий в объединенный арабский список, Дов Ханин, прокомментировал ситуацию следующим образом. Я предлагаю правительству прекратить говорить лозунгами и начать решать проблему. На центр Холла потратили очень много денег. Это деньги израильских налогоплательщиков. На эти деньги можно было реализовать множество программ для улучшения жизни беженцев из Африки. А со мной в студии адвокат Марк Нежевский, глава миграционной комиссии при израильской коллегии адвокатов. Марк, добрый вечер. 40 тысяч нелегалов, как говорит премьер-министр Нитанягу, это та цифра, которая решит проблему нелегалов в Израиле. То есть больше нелегалов кроме этой цифры нет, получается? Это совсем неправильная цифра. Давайте не забывать, что кроме людей, которые пришли в Израиль или каким-то образом попали в Израиль из Африки, на сегодняшний день в Израиле, цифра уже далеко не 40 тысяч, намного меньше. Сегодня граждан Украины и граждан Грузии в два раза больше, чем те, кто находится на территории Израиля из Африки. Да, но они, там вроде бы цивилизование, да, подход. То есть там есть страны, есть договоры, есть безвизовый режим. Гораздо сложнее депортировать человека в Руанду, да, или в Гвинею, нежели, например, сообщить человеку поставить штамп и сказать, улетай рейсом в Киев. Смотрите, Евгений, я вам скажу свое скромное мнение. Я считаю, что депортировать легко, и депортировать нужно всех того, кого нужно депортировать. Но для этого нужно что-то делать. Не какие-то громкие высказывания, какие-то непонятные постоянно законопроекты, которые ни раз, и ни два, и ни три богат сверхвыше суд справедливости, просто их торпедируют в ноль. Поэтому нужно что-то делать. Вместо того, чтобы вкладывать почти миллиард шекелей в этот лагерь «Холот», открытый лагерь «Холот», в кавычках, нужно было вкладывать эти деньги в ту единицу, которая рассматривает эти статусы беженцев. Это RSD, Refugee Status Determination. То есть это при Министерстве внутренних дел. Это при Министерстве внутренних дел. Существует международная конвенция, которая четко определяет, кто такой беженец, кому да, нужно давать этот статус, кому этот статус не нужно давать. Значит, если этот статус нужно дать, значит, его нужно дать. Но для этого нужно человека проверить. То есть не хватает силы, рабочей силы, не хватает ставок, и, соответственно, люди ждут годами Эмарка. А как некоторые в Израиле, гоментируя статус бывших жителей африканских стран, говорят, что они совсем не беженцы? Потому что они проникли через территорию нескольких государств. То есть, допустим, если из Судана они пришли через Египет, и только потом попали на территорию Израиля, то с точки зрения международного права их нельзя назвать беженцами. Они были уже в Египте. Да, это хороший вопрос. Это чисто юридический спор, который на сегодняшний день много кто спорит. Мнения расходятся по-разному. Значит, при конвенции, при Гаггской конвенции, существует определение, которое называется non-reformant. Non-reformant – это значит, что человек, который попал, допустим, уже на государство Израиля, и подал здесь просьбу на статус беженца, вы не имеете права его вернуть в ту страну, в страну исхода, или в ту страну, где грозит ему опасность. То есть, если он перешел к границу между Египтом и Израилем, то Израиль не может его вернуть на территорию Египта? Теоретически все можно, и вы, наверное, в последнее время слышали, что происходит. Большая проблема в том, что на границе с Египтом это превратилось в целую индустрию. Там держат людей в пленах, над ними издеваются, у них органы их оперируют. Ну, там вообще ужас, что творится, и бедуины превратили это целую в индустрию. Поэтому это как бы негуманно будет с нашей стороны вернуть их обратно. Возвращение их обратно на территорию Синайского острова. Хотя сегодня, нужно подчеркнуть, это говорит премьер-министр, есть забор, он уже достроен, и этот забор практически остановил поток беженца. Совершенно верно. Давайте начнем с самого начала. Почти все, ну не все, это громко сказано, но большое количество из этих людей, это нелегалы, которые приехали в Израиль работать. Это мигранты, нелегальные мигранты, которые приехали сюда, как я сказал, работать. Это определенно нелегалы. Да, а на сегодняшний день их всех называют нелегалами, потому что был какой-то определенный период, когда, например, из Дахпур, из Судана, Аритрея были признаны всемирно конфликтной зоной, им давали правильно, им давали коллективную защиту, и в том числе и Израиль тоже давал эту защиту. Но когда выходит определенное заключение или вывод, что та страна уже небезопасна, там все закончилось, значит, нужно потихоньку посылать людей обратно. Но договариваться с той страной, которая должна их принимать. В принципе, если вы возвращаете их на свою родину, то договариваться ни с кем не нужно. Но по конвенции нужно их вернуть в ту страну и убедиться, что их жизни не грозит опасность. Да, хорошо. Но вот раньше предлагали 5000 долларов каждому человеку, который высказывал свое желание покинуть пределы Израиля, а сейчас, говорят, будут платить правительству той страны, которая их примет, например, называя Труанду. И вот получается, что это может привести к тому, что многие скажут, а я не хочу возвращаться раньше, заплатите мне, я хотя бы уеду. Зачем вы платите правительству? Совершенно верно. Как я и говорю, это очередной какой-то политический спин, который, ну, я не думаю, что из этого что-то получится. Потому что насильно депортировать человека нельзя. Если вы помните в последнем решении суда, когда, в принципе, стране запретили сажать человека под заключение под непонятный срок, как это раньше делалось, могли взять человека, посадить его в этот холот. То есть в холот, в этот центр. В холот. Но в тюрьму можно его за нарушение режима, за нарушение перехода границы? Как раз это и предусматривает этот новый закон, который его продвигает. То есть его можно продержать в тюрьме три года, получается, до трех лет, а потом человек выходит из тюрьмы, и он продолжает оставаться нелегал на территории Израиля? Вот именно, что нельзя. Мы живем в претендентном праве. И если бы изучили бы от А до Я решение, предыдущее решение Верховного суда, то я уверен, что не повторялись бы те ошибки. Невозможно посадить человека на бесконечный срок и держать его там, без того, чтобы делались какие-то действия. Или он пристал перед судьей. Это просто невозможно. Мы находимся в правовом государстве, где есть законы, где есть порядки. И я очень надеюсь, что мы не скатимся туда. Потому что сегодня это все, что касается нелегалов, и как их называют, инфрентантов. А следующее, это может быть мы, вы, ну, как вы же понимаете, это скользкий пол, по которому я надеюсь, что мы никто никак не... Хорошо, Марк, а почему, когда говорят, сравнивают проблему беженцев в Израиле, сравнивают ее, например, с Европой. Европа столкнулась последние два года с огромным количеством беженцев, там миллионы беженцев. Там есть какие-то программы, там нет, никто не кричит, давайте сейчас депортируем насильно. И почему-то все понимают, что если, например, в Германии человек получил отказ, то, соответственно, его посадили на самолет, и он обратно улетел, не знаю, в Ирак, в Сирию, там, куда угодно. Здесь целая проблема с точки зрения беженцев. Почему это происходит? Хотя количество минимально относительно Европы. Это происходит, когда нету миграционной политики. Когда каждый раз правила меняются под тот или иной каприз того или иного министра, это то, что и происходит. А когда есть определенная миграционная политика, как в Европе, как в Америке, есть определенный порядок, и люди там уже знают, что вот они подают просьбу, если им отказали, уже нету вот этого, знаете, вторых вопросов. Они знают, что они должны быть депортированы. И их депортируют. Так работает механизм. То есть там не стал шанс. Да, там есть механизм, четкий отработанный механизм. И я очень надеюсь, что в нашей стране это тоже когда-нибудь произойдет. А могут ли кадры, например, насильственной депортации, или арестов, если миграционная полиция и люди, которые занимаются арестами, задержанием таких нелегалов, которым, кстати, например, запрещено находиться, например, в Тель-Авиве, но они там находятся и ищут работу. Эти кадры могут нанести серьезный ущерб, например, имиджу государства Израиля. Может, это повлечет за собой какие-то международные санкции. Скажут, в Израиле, например, негуманно относятся к беженцам из Судана. И давайте мы сейчас будем принимать какие-то меры. Ну, вы знаете, я думаю, что кроме каких-то действительно гуманитарных организаций, которые уже и сегодня высказывают свое мнение, насколько мы негуманно ведем себя, и напоминают наше прошлое, что все это происходило во время Второй мировой войны, и что мы, еврейский народ, тоже нас гоняли, пока мы пришли в свою страну, уже много кто об этом... Мы это должны понимать, говорят. Да, типа мы это, как никто, мы должны все это понимать. Но я думаю, что это никак. Мы имеем полное право защищать наши границы и решать, кто попадет в Израиль и кто покинет эту страну. Поэтому, но должен существовать механизм под... Конечно, все это должно быть контролируемо судебными инстанциями, и все должно происходить четко. По закону. По закону, для этого должна быть определенная миграционная политика. Марк Нижевский, адвокат, большое спасибо за ваши комментарии. Спасибо вам. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВИ. 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 РТВИ.